Вести Карачаева, Черкесия В этом году в Карачаево-Черкесии стартует капитальный ремонт и строительство 20 объектов здравоохранения. Об этом написал руководитель региона Рашид Темрезов. В текущем году стартует капитальный ремонт четырех медучреждений – участковая больница в ауле Джигута, поликлиники Хабейской центральной районной больницы, амбулатории в селе Важном и врачебной амбулатории аула Инжич Чукон. Взамен ветхих зданий фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов будут построены 16 новых объектов первичного звена здравоохранения, оснащенных необходимым современным оборудованием. Вместе с тем в текущем году распахнут свои двери обновленное здание поликлиники Малокарачаевской центральной районной больницы, а также новые врачебные амбулатории в Преградной, Октябрьском и ФАП в Учкулане. В Карачаево-Черкесии в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выполнен ремонт в 48 многоквартирных домах. В частности, в 10 многоэтажках заменено 33 лифта, в 11 проведен ремонт фасадов, в 7 отремонтированы внутридомовые инженерные системы и в 20 домах проведен ремонт крыш. В текущем году ремонтные работы пройдут в 30 многоквартирных домах Карачаево-Черкесии. 522 многоквартирных дома отремонтированы с момента действия программы. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории республики до 2030 года. В рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано ввести в эксплуатацию 2 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средней обеспеченности населения республики общей площадью жилых помещений значение 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. В ближайшие пару лет в Черкесске должны быть благоустроены около 50 дворовых территорий. Это примерно треть от общего списка поданных заявок на капремонт и создание комфортных условий для отдыха. В настоящее время представители мэрии занимаются процессом согласования дизайн-проектов, сообщил исполняющий обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Черкеска Магомед Джанибеков. С 20 июня по 20 июля мэрия города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки, из них комиссия была отобрана 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. В Центре молодежного и инновационного творчества обсудили вопросы благоустройства территории вокруг Малого пруда в парке Зеленый остров Черкеска. Свои вопросы и пожелания горожане озвучили сотрудникам мэрии Черкеска и архитекторам из Ярославля. Информацию комментирует заместитель мэра Черкеска Артур Озов. Есть предложение по опыту других городов, мы это все хотим обобщить, прийти к чему-то одному, чтобы была какая-то определенная изюминка, чтобы наш город, Черкесск, наш парк, Зеленый остров, чем-то выделялся, отличался, были какие-то свои особенности, чтобы это было людям комфортно, чтобы граждане, наши гости столицы, радовались тому, что в конечном итоге планируем сделать. Дом культуры Дом культуры будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подробности сообщил глава Первомайского сельского поселения Альберт Байрамкулов. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашид Париспевичу Тимрезову о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-осметная документация. Благодаря программе по переселению из сейсмически неустойчивого жилого фонда в Черкесске в этом году жильцы нескольких домов получат новое жилье. В прошлом году по этой программе переселено 190 семей. Приводить обветшавшие здания в порядок экономически нецелесообразно, и потому жильцов переселяют в новостройки в северном микрорайоне Черкеска, сообщил заместитель мэра города Заур Тугов. На сегодняшний день управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска проводится визуальный осмотр порядка 40 домов, расположенных на территории города Черкеска. После того, как при визуальном осмотре выявлены наличие сейсмонеустойчивости дома, заказывается заключение экспертной организации, которая уже дает свое юридическое заключение. В случае, если дом признается сейсмонеустойчивым или экономически нецелесообразным для восстановления, данный дом включается в постановление мэрии, подлежащим к переселению. Мэрия города Черкеска в декабре 2022 года дан старт к переселению жильцов и нанимателей многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова, 5, по которому на сегодняшний день ведется прием документов, заявлений, которые впоследствии будут выведены на комиссию уже для заключения договора омены с нанимателями и собственниками данных жилых помещений. В рамках реализации программы по переселению жильцов и нанимателей многоквартирных домов, которые попали в программу переселения, это те дома, сейсмоусиление которых невозможно или экономически нецелесообразно, ведется мэрия муниципального образования города Черкеска с 2020 года. На сегодняшний день практически реализована программа по переселению собственников и нанимателей семи многоквартирных домов. Эти дома расположены по улице Крайняя, 41, Октябрьская, 12, Октябрьская, 14, Крупская, 73, Зеленая, 42А, Демиденко, 155 и Даватора, 58. В селе Курджиново Урупского района до 2025 года запланировано строительство газорасводящих сетей, проектирование этих сетей по Курджиново запланировано на следующий год, а строительство на 2024-2025 годы. В этом году в Карачаево-Черкесии на выплате переехавшим в село медработникам направят почти 30 млн. рублей. На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет и прибывшим на работу в сельский населенный пункт предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 млн. рублей. Кроме того, к федеральной выплате по программе «Земский доктор» введена еще дополнительная региональная выплата в размере 100 тыс. рублей. Федеральная служба судебных приставов России запустила голосовой бот с технологией искусственного интеллекта для дистанционного обслуживания граждан. Полина, это имя цифрового помощника, доступно по номеру 8 800 303 0000 круглосуточно и готова ответить на любые вопросы. Об этом рассказала заместитель начальника отдела управления Федеральной службы судебных приставов России по Карачаевой Черкесии Лариса Байчорова. Реализация проекта позволит повысить доступность сервисов ССП России, позволит повысить качество обслуживания граждан, а также увеличить количество консультаций, что будет очень удобно для граждан, не посещая службу судебных приставов и различные структурные подразделения, получить информацию, не выходя из дома. В случае, если ту информацию, которую предоставил, будет недостаточно, любой гражданин может обратиться на единый номер группы телефонного обслуживания. Там его свяжут с конкретно интересующим судебным приставом исполнителя. С 1 февраля будут проиндексированы размеры некоторых социальных выплат инвалидам, ветеранам, героям СССР, России, полным кавалером Ордена Славы, героям социалистического труда, героям труда страны и полным кавалером Ордена Трудовой Славы, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации. С учетом сложившегося за 2022 год индекса потребительских цен, индексацию выплат, пособий и компенсаций планируется провести на 11,9%. Будет проиндексирован размер материнского капитала. В частности, размером от капитала на первого ребенка составит 586 тысяч рублей, на второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2020 года – 775 тысяч рублей. Новую социальную выплату начнут получать и медработники. Первые выплаты за январь текущего года им перечислят уже в феврале. Лесоводы республики восстановили свыше 13 гектаров леса, а за последние годы в целом свыше двух сотен гектаров. Проведены работы как по искусственному лесовосстановлению, так и по содействию естественному лесовосстановлению. А для того, чтобы в Карачаево-Черкесии всегда были запасы лесных семян, в прошлом году создан лесной питомник площадью 6 гектаров. Кроме того, в рамках проекта «Сохранение лесов» для защиты от лесных пожаров дополнительно в этом году закуплено 5 единиц лесопожарной техники. Всего в регионе за последние 4 года закуплено 32 единицы спецтехники. Чуть больше 4 месяцев осталось до начала итоговой тестации в виде ГИА и ЕГЭ. Выпускники 9 классов должны будут сдать 4 экзамена. Это обязательные к сдаче русский и математика, а также 2 любых предмета на выбор. Для них срок подачи заявления на сдачу итоговой тестации заканчивается 1 марта. Выпускникам 11 классов предстоит сдать 2 обязательных экзамена. Это русский язык и один из двух уровней математики – базовую или профильную. Плюс в заявлении необходимо указать другие предметы, которые понадобятся выпускнику для поступления в ВУЗ. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья предоставляют справку об установлении инвалидности или же заключение Центральной медико-психологической педкомиссии, где прописываются условия, которые необходимо создать ученику при сдаче итоговой аттестации. Об этом и многом другом сообщила директор регионального центра информационных технологий Светлана Кулакова. Подача заявлений возможна после установленных сроков, не позднее, чем за 2 недели до проведения соответствующих экзаменов. Но для этого нужна уважительная причина, подтвержденная документально. Участники пишут заявление, прикладывают документ, подтверждающий причину, почему они не могли подать своевременное заявление. Это все рассматривается на заседании Государственной экзаменационной комиссии и принимается решение о том, допустить такого участника к сдаче экзаменов или нет. В регионе эпидемическая ситуация по ОРВИ-гриппу по-прежнему соответствует времени года. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой. И тем не менее, по итогам прошлой недели, превышение эпидпорога заболеваемости среди совокупного населения не зарегистрировано. Показатель составляет 21%. Всего официально за неделю зарегистрировано 955 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с позапрошлой неделей, прирост положительный, показатель составил 12%. Причем прирост отмечен во всех возрастных группах, за исключением взрослого населения от 15 лет. Наибольший уровень прироста в возрастной группе детей до 2 лет. Фотохудожник из Карачаева, Черкесии, Ринат Урусов, принял участие в биеннале современного искусства Кавказа в Нальчике. Выставка открылась в павильоне сквера «Столетие Кабардино-Балкарии» и продлится в течение месяца. Свои работы также представили более 40 художников России, США, Турции и Саудовской Аравии. О своих работах и передвижной выставке расскажет сотрудник службы СМИ Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Ринат Урусов. Работа связана у меня с депортацией. Это наши бабушки, дедушки, которые буквально с первых дней пережили всю депортацию от начала до конца. И несмотря на то, что они испытали немыслимые испытания, которые пришлись, они не только пережили, они еще и вернулись на свою малую родину спустя 14 лет. И вот как раз в этих портретах, которые представлены, там есть портрет дедушки, который живет у нас в ауле Карджорт, это Карачаевский район. И бабушка, к сожалению, она уже не с нами, она скончалась. Вот в первую волну ковидную бабушка из аула Учкулан. И как раз я хотел передать, что вот несмотря на то, что пережили эти люди, пережило вот наше поколение старшее, просто посмотрев в глаза, ты понимаешь, что эти люди, несмотря ни на что, они перенесли вот действительно настоящую такую искреннюю теплоту. К сожалению, таких людей все меньше и меньше. И вот этим проектом как раз, который я отдельно назвал «Внутренний свет», то есть это серия фотографий под таким названием, и вот этот «Внутренний свет», к сожалению, потихоньку гаснет, потому что с каждым днем этих людей все меньше и меньше, и ценность этих людей, этого поколения, этого времени, оно будет только расти с каждым днем. В эти дни в выставочном павильоне Карачаева-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника проходит выставка «Уникальное культурное наследие народов Карачаева-Черкесии». Выставка знакомит с основными занятиями, образом жизни и традициями народов республики. Об этом рассказала старшинаучный сотрудник сектора современной истории музея-заповедника Ольга Холодова. Для посетителей представлены этнографические материалы, рассказывающие о духовной и материальной культуре субъектообразующих народов нашей республики. Это предметы быта, изготовленные из дерева, керамики и металла, вышитые платки, ювелирные украшения, такие как нагрудники, пояса. Все это дополнено этнографическими фотографиями конца XIX – начала XX века фотохудожника Дмитрия Ивановича Ермакова. Сотрудники полиции МВД по Карачаево-Черкесии установили 51-летнего местного жителя, которому принадлежит изъятая в конце декабря прошлого года в поселке Заречном крупная партия сомнительного алкоголя. По версии полиции, мужчина причастен к незаконному приобретению и реализации полутора тысяч бутылок водки, а также хранению по месту жительства около 35 тысяч бутылок немаркированного спиртного различных объемов для последующей продажи стоимостью почти 10,5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Почти два гектара земли в центре Черкеска, незаконно проданные хозяевам рынка, вернут собственность государства. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования прокурора о возврате в собственность государства незаконно проданного земельного участка в столице республики, сообщила Елена Дармаграева, помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью. Прокуратура города Черкеска провела проверку соблюдения земельного законодательства. В ходе проверки было установлено, что Министерством имущественных и земельных отношений Карачаева Черкесской республики незаконно был передан в собственность Общество с ограниченной ответственностью Центральный рынок земельный участок площадью 1,9 гектара, расположенный на территории республиканской столицы за 2 миллиона рублей. При этом, вопреки законным требованиям, продажа земельного участка осуществлена по необоснованной низкой цене. При определении стоимости земельного участка неправомерно был применен льготный коэффициент. В связи с этим, бюджету республики причинен ущерб в размере 6 миллионов рублей. Возвращение земли в собственность государства и исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Карачаева Черкесской республики. В Нальчике прошло первенство Северокавказского федерального округа по самбо среди юношей и девушек. Копилка республики пополнилась медалями различного достоинства. Призерами в своих весовых категориях стали Азамат Чучаев, Айдар Батруков, Амиран Джутов, Камир Гуланоков, Амалик Срухаев, Султан Айбазов, Ислам Асланоков, Роман Шавкань, Алан Казиев и другие. Победители возрастной категории от 14 до 16 лет попали в сборную команду СКФО для участия в международном юношеском командном турнире по самбо-победа в Санкт-Петербурге. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидаются переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7. В горах местами минус 3, плюс 2. В горах Карачаевой Черкесии свыше 2500 метров лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч.